Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Настоящим рождественским чудом можно назвать спасение этого малыша. История началась в одной из многоэтажек города, в подвал которой частенько забегают кошки. Но в этот раз сюда попал щенок, видимо, желая полакомиться кошачьим кормом. Проник через подвальное окно, вылезти не смог, а потом и вовсе чуть не утонул. Мы собирались в кино, к нам пришли соседи с первого этажа. Ну, ты говоришь, спасатель, у нас там беда. Ну и получилось как бы то, что собака провалилась вот в этот приямок. Со слов соседей, то, что они звонили сначала в управляющую компанию, пытались как-то решить. И как-то все это было, в общем, долго. Я пришел, в общем, когда я пришел, пёс, он был полностью в воде. И вот только за счет выступа в кирпича у него получилось, он в один выступ в щель засунул нос, как бы, и двумя лапами держался просто за кладку кирпичную. То есть он висел. Да, он висел, то есть он уже не барахтался. По словам соседей, звуки пребывания собаки в подвале они услышали сутки назад. Сначала пёс гавкал, потом стал скулить. Предположительно, щенок находился в воде несколько часов. Он уже, соответственно, не выт, ничего, он уже просто скулил. Как доставал? Ой, как доставал. В общем, здесь примерно глубина, где-то около полутора метров, может, чуть больше. Вот, принесли тряпки, полотенца. Соседи все вот с первого этажа, всем большое спасибо, все сразу сорганизовались. Там полотенца, тряпочки. Ну, лёг туда и начал его вытаскивать. Он не кусался, он ничего. Я сначала опустил туда руки под него. Посмотреть, потому что, возможно, там какая-то арматура, штырь. То есть вообще в каком он состоянии. То есть я пощупал, я понял, что он лапами просто в распорку стоит на этом кирпиче. Начал его вытаскивать. То есть у него задние лапы были ни на чём, они не стояли. Он висел на передних? Он висел на передних, да. То есть у него, ну, пузико как бы, лапа, у него там всё это... То есть и под ним была глубина. Соответственно, если бы он не удержался, то, ну, как бы, да, уже был бы другой результат. Вот, вытащили. Вот как только вытащили, всё, он сразу отключился. Он сразу весь обмяк. Это была просто мокрая тряпочка, которая не придавала никаких признаков жизни, кроме как дышала. Вот, начали его прям тут растирать сразу, сушить его быстро, ну, насколько могли, как бы, тут полотенцами его. Вот, и вот в этой, во всей зловонной воде, во всём этом виде поехали в ветеринарную клинику его повезли. Сильное переохлаждение, таков был диагноз врачей. Потому его обложили грелками и провели все необходимые манипуляции, чтобы поддержать организм. Сначала, когда привезли, даже термометр не мог определить температуру, то есть он у них там с 32 градусов показывает, и он ничего не показывал. Пока везли, у него начался озноб, то есть там все лапы ходили худуном, но он уже открыл глаза. Вот, он открыл глаза в подвале, ещё он единственное, что он сказал, там, он просто сказал «гав», и всё. И дальше опять снова стала мокрая тряпочка, которая не шевелилась. Вот, и вот привезли, оставили, и сейчас он как бы оживает. Я по себе знаю, что не каждый человек способен продержаться в холодной воде так много времени. Вот, и он, конечно, прям настоящий такой мужичок, настоящий крепыш, потому что, ну, не знаю, вот для нашей семьи это такое какое-то рождественское чудо. Я не знаю, как это назвать, просто, ну, тяжело остаться здесь равнодушным. Вот, назвали его Филькой, просто потому что у него уши висят, и он похож на Филю из «Спокойной ночи малыши». И очень хочется найти теперь ему хозяев и дом, потому что у нас однокомнатная квартира, в квартире уже живёт собака. И две собаки – это слишком. Я очень надеюсь, что и посредством вашей программы и социальных сетей сегодня, вот, всё утро я занимаюсь, как бы, поиском, что найдутся люди, которые готовы вот этому меховому созданию, которому мы подарили вчера жизнь, как бы, подарить ему долгую и счастливую жизнь с хорошими хозяевами. Потому что, ну, уже забрать его оттуда и поставить его на улицу на лапы и сказать, всё, мы тебя спасли, ты гуляй, как бы, да, ты бродяжка, ну, я не могу. Малыш пока с робостью воспринимает даже выход на улицу, но врачи уверены, забота и любовь владельцев отогреют душу. И Филя станет верным спутником тому, кто возьмёт на себя заботу о нём. Ведь рождественская неделя полна волшебства. Фибе 7 месяцев. На приёме в ветеринарной клинике она впервые. Причина обращения – вакцинация. Кашель, чихание не беспокоит? Нет. Хорошо. Кошке ранее был дан препарат от глистов, но доктор ещё раз рассказал владельцам правила антипаразитарной обработки. От гельминтов положено обрабатывать ежеквартально, то есть один раз в три месяца по жизни, в принципе. Несмотря на то, что кошка дома живёт только или гуляет, есть другие животные, дома или нет, обрабатывать необходимо. Температура у неё в норме 38,3. Для кошек это нормальная температура. Вот. От блох клещей тоже положено обрабатывать, потому что наружные паразиты приносятся в том числе с обувью. Поэтому даже несмотря на то, что кошка не гуляет на улице, всё равно… И даже гуляет кожа была? Да, потому что они паразитируют не на шерсти, они паразитируют на коже. И питаются они прокусом через кожу. Соответственно, обрабатывать обязательно нужно. Не бойся, не бойся. Так, есть. Давайте, животик. Со стулом проблем нет? Нет. Угу. Никаких слышимых шумов, хрипов нету. Так как животное у вас породистое, кардиологу рекомендовано пройти хотя бы раз в жизни, а дальше уже по результатам осмотра делается, как правило, эхография сердца. И кардиолог уже сам говорит, необходимо ли планово там наблюдаться или нет необходимости. Планово положено проходить осмотр, как правило, после 6 лет. Это такой возраст, после которого у животных уже начинаются возможные проблемы с нарушением работы внутренних органов, такие как хроническая почечная недостаточность, плюс ко всему какие-то хронические патологии со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому, как правило, после 6 лет уже положено хотя бы раз в год это показывать ветеринарному врачу для просто осмотра, а также проведение по-хорошему УЗИ и анализов крови, общеклинический и биохимический. Это такой регулярный, так как диспансеризация у нас, то есть мониторинг состояния животного, потому что такие заболевания, они протекают в первые начальные стадии в скрытом периоде, то есть животное на них никак не реагирует, никакие симптомы не выдает. И, допустим, при хронической почве недостаточности симптоматика проявляется уже когда там 3-4 терминальная стадия поражения почек. И дабы этого не допустить, мы можем предварительно узнать о патологии, когда животное чувствует себя хорошо, но вы привели, сдали кровь, показали на УЗИ, мы уже можем какие-то меры принять, и эти меры будут более эффективны на начальных стадиях, чем уже на последних. Есть предрасположенность разных пород к разным патологиям, соответственно, опять-таки, это основные исследования, это со стороны сердца, это эхо и кардиолог, со стороны внутренних органов это анализы крови и УЗИ. Предрасположенность у разных пород большое количество, всех перечислить, я думаю, смысла нету, вот, поэтому... Мастер, вы говорите о досфинусах, да, уже более они у нас, вот, не главные герои, чем страдают? Ну, первонаперво, как любое породистое животное, со стороны желудочно-кишечного тракта, поскольку кошки сами по себе склонны к подъеданию чего-либо там со стола, и в том числе, это даже не по породе, а как вид кошка, это инородные предметы. Все различные маленькие детальки, игрушек, там, пуговички, иголки, нитки и так далее, вот за этим нужно следить и все это убирать. Если вы покупаете игрушки кошкам, то их нужно выбирать не самые такие дешевые, простенькие, которые они там за день-два разрывают в клочья, а именно хорошие, цельные, которые там ни глазик, ни носик у мышки эта кошка не оторвет. Ну и также за собой следить, за домочадцами, которые там могут, там, пуговичку, там, иголку оставить, дети особенно, если есть все мелкие игрушки, вот, чтобы не было инородных тел. По поводу кормления тут много мнений, на самом деле. Самое адекватное это то, что питание должно быть сбалансированным. Соответственно, это либо промышленный корм, либо полноценно сбалансированный натуральный корм. Поскольку натуральное кормление идеально сбалансировать, в принципе, практически невозможно, вот, это, во-первых, дорого, во-вторых, это нету в доступе всех тех продуктов, которые необходимы животным, в том числе, там, допустим, добавка таурин, которая в обычных таких продуктах, она не содержится, но она жизненно необходима для кошек и для нормального функционирования сердца. Соответственно, она добавляется уже в промышленные корма. С кормами тут уже вопрос обстоит, уже касаемо качества кормов. Тут корма делятся на классы, есть эконом-класс, премиум, супер-премиум и холистик. Вот, различаются они именно качеством состава и, соответственно, содержанием белков, жиров, углеводов и их балансов. В целом, неплохое мнение, что, во-первых, цена определяет качество, это так же, как и у нас, то есть хороший корм дешевым быть не может никак, да. Ну и совсем дорогие тоже не всегда это адекватно, потому что бренд, есть бренд, накрутка цены за бренд тоже может быть. Отдельно можно сказать про класс холистик, это корма, как правило, канадского происхождения, и я знаю из Великобритании, вот, холистики чем отличаются, тем, что у них идеально подобранный баланс питательных веществ и продукты у них применимы в пищу человеку. Даже если у вас здоровые животные, раз в год все равно придется прийти ко врачу на вакцинацию. В идеале все вакцинации, это касаемо и ветеринарной, и человеческой медицины, делать через контроль титров антител на эти заболевания. То есть мы должны понимать, выработался иммунитет или нет. То есть тот факт, что мы просто укололи вакцину, будь то мультифилл наш, будь то набивак, там, пуривакс или неважно, выработались ли антитела, мы не можем заранее понимать, не делав анализ. Но с этим у нас пока в России проблема, потому что, во-первых, это не дешевый анализ, во-вторых, пока в сознании людей этой необходимости нет, потому что наш менталитет такой, что мы очень осторожно, в принципе, к вакцинам относимся, даже к человеческим, поэтому этого не делаем. Иммунитеты вырабатываются с первой же вакцины, а когда они маленькие, делается ревакцинация, потому что есть материнские антитела, и они действуют до определенного возраста. И этот возраст не строгий, он может пройти там 8 недель, может пройти в 10 недель, и мы можем просто попасть, когда они еще есть в крови животного, и, соответственно, они уже уничтожают эту вакцину, и толку от нее нет. А через 2 недели они уже пропадают, и все, животное считается уже не вакцинированным, потому что антител нет. И вот попадем мы или нет, мы не можем никак знать без контроля титров, и поэтому мы делаем повторную. Они делают иногда 2, 3, даже 4 раза вакцинацию, через каждые 3 недели, чтобы наверняка привить. Животное уже взрослое, материнских антител уже точно нет, поэтому ревакцинации необходимости я не вижу. В следующий раз вакцинация уже положена через год, соответственно, от этой вакцинации, потому что антител хватает, будет хватать. Клиника «Доктор Вет» на страже здоровья ваших питомцев. Лечебница находится в Сергиевом посаде по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Доктор Вет» на страже здоровья ваших питомцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok